В Тюменской областной думе прошло последнее в этом году заседание. Сегодня парламентарии приняли в окончательном чтении несколько региональных законов. В том числе и о защите прав ребенка, квотировании рабочих мест в регионе и другие. Татьяна Воротилова знает подробности. День Конституции. Парламентарии отметили итоговым заседанием. Бюджет на будущий год принят. В этом доходы достигли почти 164 миллиардов рублей. Больше 95 миллиардов в регионе направили на госпрограммы. Свыше 20 на программу сотрудничества. Ее исполнением депутаты интересуются на каждом заседании. Процент исполнения уже превышает 65%. Ожидать, что будет 100% исполнение в рамках программы сотрудничества мы не можем. Мы понимаем, что имеет место как вопросы и экономии бюджетных средств в рамках торговых процедур, так и вопросы отставания от выполнения строительных работ. Социальные инициативы губернатора сегодня приняли в Думе единогласно. С января вступит в силу предложение о выплате 150 тысяч рублей за рождение первого ребенка. Семейный капитал для многодетных увеличится с 40 до 100 тысяч рублей. На новые меры поддержки может рассчитывать и бизнес. Это касается новой такой формы, оригинальные инвестиционные проекты. Это проекты, которые с суммой свыше 50 миллионов, если в течение трех лет инвестор реализует проект, и более 500 миллионов, если в течение пяти лет. Такие проекты получают льготу по налогу на прибыль, 10% они будут платить от прибыли, когда она у них появится, и получают льготу по налогу на имущество в 0%. Проголосовали за закон, запрещающий продажу энергетиков несовершеннолетним. Как показал опрос, их покупают в основном дети. Мы далеко не первый субъект Российской Федерации, который принял аналогичное законодательство. Тем более, будем так говорить, антимонопольщики, скажем так, они не ссылаются на конкретную запретную какую-то норму. Поэтому я считаю, что какие-то преимущества никому это не создаст, и льготы какие-то этим тоже не создадутся. Я считаю, что здоровье человека выше всего. Встроили сегодня и планы на будущий год. Правительство Тюменской области, в том числе, услышало и нас, и наши предложения по созданию общественного фонда при фонде капитального ремонта многоквартирных домов. И губернатор чётко дал понять, что правительство Тюменской области, вообще власти Тюменской области, готовы привлекать к этому процессу малый и средний бизнес. Готовят подарок и пенсионерам. Инициатива была высказана с большой трибуны. Мы постоянно речь вели о бесплатном проезде Тюменской области пенсионерам. Это тоже было озвучено в послании губернатора. И будет принято, видимо, постановлением, а не законом, что пенсионеры Тюменской области будут ездить бесплатно. Но мы сегодня уточнили, оказывается, только в пределах своих муниципальных районов или округов. С нового года увеличат ежемесячные выплаты для детей-сирот почти до 13,5 тысяч рублей. А вот руководство счётной палаты депутаты новым законом лишили премий. Татьяна Воротилова, Алексей Красных, Тюменская служба новостей.